Привет, друзья! Ну вот и на наш канал наконец пришла вторая весна. Ну или пружина, какая разница? Это я сейчас, конечно, о новой гибридной модели BQIZ Spring 2 от компании, которая успела уже нас приучить к тому, что к своим наушникам они научились прикручивать не только дизайн, но и самое главное, звук. И доказательство этому не только несколько удачных бюджетных моделей, но и в первую очередь вышедший в прошлом году флагман компании Spring 1, который успел полюбиться многим. И вот, как и в прошлом году, обновленная весна появилась на свет снова летом. Появилась и просит за себя в официальном магазине на Алиэкспресс 169 долларов, а прибывает к покупателю в аккуратной и красивой коробке над дизайном, которой хорошо поработали и она получилась очень даже симпатичной. Спереди на съемной части видим стилизованное название модели, а сзади характеристики и перечень комплектующих. Наушники оборудованы 13-мм коаксиальным динамическим излучателем, обновленным 9-слойным пьезоэлектрическим и одной балансной арматурой. Частотный диапазон 7 Гц, 40 кГц, сопротивление 32 Ома плюс-минус 15%, чувствительность 110 плюс-минус 3 дБ. Разъемы двухпиновые по 0,78. В комплекте мы имеем сами наушники, съемный кабель, чехол на замке из кожзама, три пары атмосферных силиконовых амбушюр и три пары референсных и пару пенных в коробочке, щетку для очистки звуководов и краткий мануал. Корпуса обновленной модели полностью переняли форму у предшественника, но оформление расцветка в этот раз изменились. Если первая модель была доступна в черной и голубой расцветке с золотистым окаймлением, то весна этого сезона доступна в угольно-черном цвете с красной фаской и оливковым зеленым с блестящей фаской натурального металлического цвета. Но должен признаться, друзья, что из всех расцветок мне по душе пришлась именно вот эта черная с эффектным красным окаймлением. В остальном схожесть практически стопроцентная. И в этот раз в качестве основного материала используются обработанные на ЧПУ анодированный алюминий и в этот раз крупные звуководы изготовлены из желтого металла. И в этот раз благодаря этим крупным звуководам мне пришлось, признаюсь, немного повозиться с амбушюрами, чтобы достичь удобной посадки в ухе и достойной шумоизоляции. Так что предупреждаем насчет этого размерчика. Комплектный кабель это еще один элемент среди аксессуаров этих наушников, который вызывает только уважение, друзья, к этой компании. Посмотрите, как здорово он выглядит. Он имеет крупное плетение из четырех жил, изготовлен из очищенной меди и сверху покрыта эластичная плетка. Естественно, он неохотно путается и совершенно не микрофонит. Штекер и разветвитель изготовлены из алюминия и имеют слегка приталенную цилиндрическую форму, обеспечивающую удобный хват. За уши мы здесь аккуратно. Естественно, у них есть форма под ухом. Вилочки с двухпиновыми коннекторами тоже изготовлены из металла. Менять этот кабель даже в качестве экспериментов на какой-то другой у меня абсолютно нет и не было никакого желания. И совсем небольшая вводная перед тем, как, друзья, начать вам рассказывать о звуке этих наушников. Больше всего они мне подошли и более-менее хорошо сели в уши вот с этими амбушюрками от Sony. Наушники я прогревал примерно одну ночь. Целую ночь они стояли у меня на прогреве, но каких-то заметных изменений я, честно признаюсь, не заметил. А источники, с которыми я слушал, эти наушники у меня были прежними. Color Flash 10, Plutonium Mode и Hi-Bee R6 Pro. Ну а вот сейчас, друзья, время звука. Звук, который в этих наушниках заметно изменился со времен первой версии. Если в прошлом году Spring 1 я относил больше к комфортным музыкальным наушникам и ставил их почти в один ряд с QA, Pink Lady, Hi-Fi Boy и SV3 по своей подаче, то в этом году им уже нет места среди этих наушников. По некоторым параметрам они их, конечно же, переросли. В общем, новую модель своим тюнингом производители подтолкнули уже ближе к границе, за которой начинается то самое аудиофильское звучание. Но при этом они все же еще имеют аккуратную и совсем не страшную V-образную подпись. Низкие частоты в Spring 2 заметно подтянулись, прибавили в разрешении деталях, стали быстрее, стали четче и стали, наверное, более напористыми. Характер звучания и количество низких частот назову в этих наушниках натуральными. Но людям, любящим гипертрофированный и убойный бас, эти наушники рекомендовать не буду. А вот людям, ценящим естественные детальные хлестки бас, они придутся, мне кажется, в самую пору. Потому что бас здесь реально может порадовать как своим как своими четкими деталями и эффектным панчем, так и неплохой глубиной. Для примера отработки этими наушниками именно ударных послушаем сегодня спокойный, но очень ритмичный трек Майка Готхарда, который называется «Электрик шаг». И здесь Spring 2, скажу вам, очень хорошо позволяет почувствовать не только силу и глубину удара, но его многочисленные детали и хорошую дрожь. Средние частоты отведены немного на второй план, что заметно только в первое время и особенно после длительного прослушивания каких-нибудь гибридных наушников с жирными и выдвинутыми средними частотами. Например, я Spring 2 начал слушать сразу после Sandherm SH-1D2A. Вот после них эффект немного зажатых и отведенных на задний план средних в первое время, конечно, ощущался. Ну, наверное, буквально через каких-то полчаса, адаптировавшись к такой подаче, я уже совершенно перестал обращать на это всякое внимание. Тем более, что средние частоты радуют здесь своей детализацией, своей чистотой и умением передавать очень мелкие детали, не сваливая при этом, как некоторые недорогие гибриды, все в кучу, даже в быстрой какой-то насыщенной музыке. Голоса тоже звучат, я считаю, и отлично, хотя здесь и нет такой близости и массы, как в упомянутых ранее Сенхер, но зато, опять же, здесь есть возможность услышать мелизмы и какие-то индивидуальные особенности голосов у вокалистов. Ну и главное, средние частоты здесь даже ближе к верху не проявляют себя чересчур резкими и яркими. И очень интересно и трехмерно выстраивается этими наушниками инструментальное позиционирование. Во всех направлениях хорошо просматривается и воображаемая сцена, которая в этих наушниках ощущается достаточно широкой. Недолго думая, выбрал сегодня в качестве примера для средних частот джазовый трек Lambert Struit. Эта композиция примечательна очень хорошим качеством записи и в ней можно услышать не только звучание всех инструментов по отдельности, но и почувствовать передачу всех трехмерных эффектов, которыми богат этот трек. А как я уже говорил, у Spring 2 очень неплохо получается все это проецировать и передавать. Высокие частоты Spring 2 это определенно самый заметный шаг компании в сторону качественного и взрослого звука, потому что их уровень здесь в разы выше, чем не только у предыдущей модели компании, но и некоторых наушников, цена которых несколько выше цены героев сегодняшнего обзора. Поэтому предупреждаю сразу, высоких частот здесь много и они не прижаты, они не задвинуты и, как часто приходится говорить, не скрыты. Они напротив здесь заметные, насыщенные, имеют очень неплохое разрешение и отличные по протяженности атаки. В них отчетливо слышны буквально все шлейфы, затухания, все колебания, все тончайшие переливы. В общем, еще раз говорю, в этих наушниках от ваших ушей не скроется ни одна мелочь. Ну, а если ваш источник еще и отлично контролирует этот диапазон, а ваша медиатека состоит в основном из качественного материала, то, можно сказать, вы счастливчик. Но если для меня, друзья, высокие здесь прекрасно и не переходят грани комфорта, то это вовсе, понимаете, да, не означает, что для вас они покажутся такими же. В качестве примера теперь смело можно приводить музыканта с прошлого обзора Шао Конг и его трек Moonlight of Spring Riva. Если вдруг не смотрели прошлый обзор, то напомню, что это фольклорная китайская музыка в современной аранжировке с обилием национальных и небольшой долей электронных инструментов. Здесь есть лютни, скрипки, цимбалы, китайские рыжки, элементы хорового пения и даже электрогитары. Вот буквально все эти инструменты, их тончайшие послезвучие затухания, все их оттенки очень отчетливо, очень раздельно и старательно вырисовываются этими наушниками. В этот раз никаких претензий к моим источникам у меня не было, друзья. Я считаю, что они отлично справились с этими наушниками, лишь совсем немного добавив от себя какие-то характерные для каждого из них детали и окрасы. Пробовал их, кстати, послушать и с iPhone XS. Звучат с ним тоже вроде бы неплохо, но гораздо проще. Особенно с ним страдает проработка высоких частот, общая детализация и глубина сцены, но в то же время наушники не требуют какого-то запредельного усиления и с ними, мне кажется, справится большинство портативных устройств. В заключение еще раз скажу, что инженеры компании очень здорово поработали над новой моделью и звуком, наградив ее современным и более взрослым звучанием, но при этом не сделали, не превратили эти наушники в какие-то скучные и откровенно мониторные. Огромную роль в приросте качества сыграл, конечно, и новый девятислойный пьезоэлектрический драйвер и, конечно, грамотное согласование между собой всех излучателей. Да, наушники нельзя назвать универсальными, они, по моему мнению, больше подходят для электронных жанров всех разновидностей джаза, живой, инструментальной музыки и легкого рока, хотя я послушал в них целиком новый альбом Lamp of God и совершенно не оглох, друзья, такие дела. Но это только мое личное мнение, друзья, о наушниках BQIZ Spring 2. Купить их при желании можно в официальном магазине на 10 долларов дешевле, если в неоплачиваемом заказе оставить комментарий продавцу со словом soundcheck39. На этом у меня все, с вас лайки, подписка и комментарии. Всем спасибо, всем пока!